МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба РЕН-ТВ. В студии Илья Карякин. Здравствуйте. Мы следим за развитием событий в стране и мире. И вот главное к этому часу. Замурованные в горах в Италии. Лавина сошла на отель. Десятки постояльцев оказались под тоннами снега. От Калининграда до Камчатки. Как жители России встретили крещение и окунулись в прорубь? Несостоявшийся киллер в Москве. Объявлен план перехват после расстрела предпринимателя в центре столицы. Лицемерие и оправдание. О чем говорил Барак Обама на прощальной пресс-конференции. И в первый раз отец Джордж Клуни ждет двойню. Крупная спасательная операция идет сейчас в Опенинах. Несколько минут назад поступило сообщение, что спасатели добрались до отеля, который накрыло лавиной. По предварительным данным, в гостинице проживали 25 человек. Двое уже найдены живыми. Они рассказали, что несколько туристов незадолго до схода лавины отправились на прогулку. О судьбе остальных пока ничего не известно. Спасатели более 10 часов добирались до гостиницы. Последние 5 километров им пришлось пройти на лыжах, поскольку техника увязла в гигантских сугробах. Мы следим за спасательной операцией в Италии. Все подробности в ближайших выпусках. Сегодня праздник Крещения Господня. Традиционно в этот день принято кунаться в ледяную Иордань. Прорубь часто в форме креста. По всей стране, только по оценке спасателей, в купель будут погружаться полтора миллиона человек. 140 тысяч только в одной Москве. Крещенские купания проходят во всех регионах, даже там, где сейчас по-настоящему морозно. Проруби погружались и в Сибири, и на Камчатке. В Иркутске, на Иорданию, на горе выстроили настоящий ледяной храм. Купания по традиции начинаются после освещения воды. В подмосковной власихе в среду в прорубь погружались офицеры, служащие штаба ракетных войск. Священники и военные прошли крестным ходом. В купаниях участвовали и местные жители. Ну а в храмах в этот день проходит ночная служба. Освещается вода. Считается, что в праздник она приобретает целебные свойства. Мнение ученых на этот счет выслушал Александр Мостославский. Праздник крещения Господня уже давно превратился из сугубо религиозного во всенародно любимый. Очереди у проруби из бодрых, веселых и раздетых людей. Верная примета богоявления в России. Вера в чудесные свойства крещенской воды приводит к проруби в праздник не только православных, но и атеистов, и даже представителей других религий. Большинство россиян не сомневался, что такие купания способны и от хронических болезней избавить, и настроение поднять, и грехи смыть. Одним словом, неплохой шанс начать жизнь заново. Редкий случай. Церковь, наука и медицина единогласны. Прорубь не только источник духовных сил, но и физического здоровья. О пользе холодных ванн писали еще Плутарх и Гиппократ. А в наши дни криотерапевты холодом нормализуют обмен веществ, снижают вес, утоляют боль и лечат кожные болезни. Холод – это не просто жизнь, а это продление жизни и улучшение качества жизни. Идет воздействие на самый большой орган человека – это кожа. То есть рецепторная поверхность кожи огромна. Поэтому, когда погружается в холодную воду, выбрасывается огромное количество стрессовых гормонов. Плюс, конечно, бонусом является выброс эндорфинов, гормонов радости. Но все эти радости, уверяют медики, только для здоровых, людям со слабым сердцем, с повышенным давлением и нервными заболеваниями. Ледяная шокотерапия категорически запрещена. Инсульты, инфаркты и обмороки в проруби не редкость. Вот и священство напоминает, крещенские купания – традиция необязательная. Погружение в Иордании – это скорее народная традиция, чем церковный устав. Да, церковный устав не предполагает в день крещения погружаться в воду. В здоровом теле – здоровый дух, но нужно иметь здоровое тело, чтобы погружаться в холодную воду. Иногда у людей складывается ощущение, что они один раз в году погрузились в холодную воду, освященную священником. И дальше уже можно грешить и делать все, что ты хочешь. И в следующем году опять вернуться в купель, опять еще раз так же продолжать. И это совершенно бессмысленно. А вот ученые настаивают, пить крещенскую воду полезно всем. Уже давно доказано, с 18 на 19 января ее состав необъяснимым образом меняется. Кстати, то же самое происходит и на праздник Ивана Купалы. Вода меняет инфракрасный спектр, электропроводимость, плотность, вязкость и кислотность. Причем вся и везде, будь то освященная в церкви или набранная в реке, или из-под крана. В Крещении идет где-то в несколько раз больше увеличение концентрации этих радикальных фолькесторонов. Поэтому и наблюдаются все эти замечательные биологические эффекты. Когда человек насыщается вот этим, это энергия электронов, он становится здоровым, он становится подвижным, веселым. Он нормализует всего психика. Рубить Иордании, сколачивать помосты на крещенские купания в России в этом году начали за неделю до праздника. Вот, например, в Серебряном Бару готовились к православному торжеству силами бригады плотников из Киргизии. Мне лично нравится. Мне лично нравится. Я смотрю со стороны, вот люди когда купаются, и смотрят, что так приятно и хорошо. Даже самим хочется нырнуть. Но вера не позволяет? Нет, ну здоровья. И еще один научный факт. Крещенская вода моментально теряет все свои свойства, как только ее разливают в бутылки промышленным способом и пытаются продать в магазинах. Но сегодня такой необходимости нет. Во всех храмах и водоемах она бесплатна. Александр Мостославский, Анастасия Штельмах, Артем Вицинский, Алексей Фоменцов, РЕН-ТВ. Тема отношений России и США стала ключевой на прощальной пресс-конференции Барака Обамы. Он отвечал на вопросы более часа. И слово «Россия» произнес ровно столько же раз, сколько излюбленная американскими политиками демократия, а именно «тринадцать». По словам американского президента, он сделал все, чтобы Москва и Вашингтон были партнерами, а в резком ухудшении отношений обвинил Кремль. Думаю, в интересах Америки и мира, чтобы мы имели конструктивные отношения с Россией. Таким и был подход моего президентства. Мы сотрудничали в тех сферах, где наши интересы пересекались. Но с возвращением Владимира Путина его антиамериканская риторика усилилась, и в наших отношениях появился дух холодной войны, и это значительно осложнило сотрудничество. Обама выразил надежду, что преодолеть этот самый дух холодной войны сможет Дональд Трамп. Впрочем, это заявление многие журналисты уже назвали лицемерным, учитывая, что в последние дни своего президентства Обама не только продлил антироссийские санкции, срок которых истекал в марте этого года, но и ввел новые. Одним словом, сделал все, чтобы наладить отношения с Москвой. Трампу было как можно сложнее. Ну а пока Барак Обама общался с журналистами, Мишель Обама паковала вещи. Под ее надзором из Белого дома уже вывезли большую часть мебели. Переезжать пришлось недалеко. Новое жилище уходящего президента США всего в трех километрах от Белого дома. И что примечательно, в соседях у него дочь Дональда Трампа Иванка. Новый особняк Барака Обама явно меньше Белого дома, но там 17 комнат, из которых 8 это спальни. Так что тесно семье уж точно не будет. Журналисты сейчас внимательно изучают архив ЦРУ. Документы были рассекречены и опубликованы накануне. Там 13 миллионов страниц российскую прессу, конечно же, в первую очередь интересует все, что связано с нашей страной. И уже обнаружен целый сборник советских анекдотов про Брежнева и Горбачева, про свободу слова, про дефицит в магазинах. Похоже, с помощью анекдотов ЦРУ отслеживало настроение в обществе. Но есть, впрочем, и более серьезные документы. Например, отчеты о достижениях советских ученых и шпионские снимки городов СССР. А вот о деятельности геологических противников Советского Союза можно судить, например, по материалам об операции «Берлинский тоннель». Как выясняется, американские и британские спецслужбы планировали проложить секретный ход между ФРГ и ГДР. Также в архиве огромное количество данных об НЛО. В основном это показания очевидцев и фотографии летающих объектов. Однако, прямого доказательства того, что внеземные цивилизации действительно существуют в рассекреченных документах, нет. Московские сыщики идут по следу киллера, который накануне совершил покушение на бизнесмена в центре столицы. Уже установлен круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Начались первые обыски. Сам бизнесмен выжил. Тяжелейшим ранением в голову он доставлен в одну из столичных клиник. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы его спасти. Денис Кулага собрал всю известную к этой минуте информацию. Это был вполне привычный маршрут. Из своего офиса бизнесмен Леонид Нувахов, как обычно, доехал до Шмиттовского проезда. Остановка у перекрестка. Мужчина ждет сигнала светофора. В этот момент с его белоснежным Лексусом поравнялся черный Гелендваген. Раздается едва различимый хлопок. Мерседес тут же срывается с места, Лексус стоит. Что произошло, очевидцы поняли не сразу. Вы здесь работали, слышали? Может, хлопки какие-нибудь? Нет, мы ничего не слышали. Мы с магазином вышли, смотрели, а то подъезжал. Вот это увидели все. Было светло, конечно, естественно. Конечно, страшно. Ходить страшно, естественно. Ездить страшно. В это трудно поверить, но водитель остался жив. С тяжелым огнестрельным ранением в височно-лобной кости его экстренно доставили в больницу. Только место происшествия покинула карета скорой помощи. У оцепления появилась супруга коммерсанта. Женщину успокаивают полицейские. Ориентировку на черный Гелендваген передают по всем постам. По городу действует план перехват. И тут появляется интересная деталь. Вместе с внедорожником в розыск объявили еще один Мерседес, только микроавтобус. Сомнений в том, что за жертвой была организована слежка, нет. Но вот возникает главный вопрос, почему огонь открыли на этом оживленном перекрестке. И тут у следователей появилась одна из рабочих версий. Возможно, жертва знала своих преследователей и попыталась сбежать. В итоге несостоявшиеся киллеры изрядно наследили. На месте криминалисты обнаружили гильзу. Автомобиль, на котором скрылись преступники, так и не смог покинуть пределы Москвы. Его нашли брошенным в одном из дворов. Еще одна существенная зацепка. Внедорожник был взят на прокат. Как результат, этой же ночью прошла целая серия обысков. У следователей появились подозреваемые. И главное, в СК назвали приоритетную версию хладнокровного расстрела. Покушение на бизнесмена связывают с его предпринимательской деятельностью. Возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Денис Клага, Борис Маричев, РЕН-ТВ. Российский программист Неснов Лисов задержан в Испании по запросу ФБР Интерпола. Как стало известно, произошло это еще неделю назад. Испанская полиция схватила Лисова в Барселоне, где он проводил свой отпуск. Сейчас россиянин в тюрьме, хотя обвинений против него до сих пор не выдвинули. Родственники опасаются, что программисты могут без суда экстрадировать США. А там уже выдать за русского шпиона, который якобы проводил хакерские атаки во время американской предвыборной кампании. МИД России выясняет обстоятельства задержания. За некачественные услуги от коммунальщиков теперь можно получить компенсацию. Новый закон вступил в силу. Если услуги оказались ненадлежащего качества, то управляющая компания обязана возместить жильцу ущерб. Например, если коммунальщики начитали лишнего засвета или воду, то клиенту вернут половину от начислений. Виталий Ханин выяснял, как новые правила будут работать в реальных условиях. Новые тарифы за отопление в Перми. 190 тысяч в месяц за тёплую двушку. С такими счетами многодетная мать Ингирина Квардакова накопила долг почти полмиллиона. Рассказывает, пыталась искать правду в управляющей компании, за что поплатилась в прямом смысле слова. Мы ездили, разбирались с управляющей компанией. Тогда у меня ещё долг был всего 20 тысяч. Мы съездили, разобрались, разобрались с ним в свою пользу, мне приорисовали ещё плюсом 20 тысяч. После этого я пристала платить. Ещё один злостный должник в Саратове, Игорь Пинштейн, игнорирует счета за отопление по возмутительной причине. Поставил свой котёл и не пользуется продукцией местного монополиста. Так считают в управляющей компании, не уточняя, что пенсионер имеет полное право самостоятельно обогревать квартиру. И делает это больше 10 лет, а счета начали приходить недавно, но уже стали ежемесячной традицией. И эти долги растут каждый месяц на 3 тысячи, понимаете? При всём том, что я произвожу тепло сам и плачу за это тепло тоже сам. Впрочем, теперь у Игоря Пинштейна появился шанс не только освободиться от долгов, но и самому получить пеню. Новые правила встали на сторону клиента. Платёжка в почтовом ящике как приговор. Спорить с управляющей компанией дело сложное и затратное. Адвокаты, растущие долги, пенье. Так было до января 17-го. Но на Новый год россияне получили законодательный подарок. Теперь на ошибках менеджеров от ЖКХ можно и заработать, если в документе указана неверная сумма. В подобной ситуации управляющая компания должна пересчитать платёжку, а половину от лишних начислений отдать клиенту. Правда, не наличными, а скидками уложиться желательно за два месяца. Из общего количества обращений, которые в органы жилнодзора поступают, примерно четверть – это обращения по правильности начислений. То есть, представляете, объём – это примерно 600 тысяч обращений в год. Получается, Ангелина Ковардакова теперь будет легально не платить за воду и газ годами, пока управляющая компания не обогреет многодетную мать на 250 ошибочных тысяч рублей. Коммунальщики обновлённым законом недовольны. 50% – это очень много. И я полагаю, что здесь присутствует некий психологический момент воздействия на недобросовестную управляющую компанию, для того, чтобы их упредить даже возможность, даже мысли о том, чтобы эти нарушения были. Правительство предусмотрело возможность для управляющих компаний обойтись без штрафов, если они сами заметят ошибку до того, как клиенты придут жаловаться, или если потребитель сам неправильно сложил цифры на счётчиках. Впрочем, пока что Ангелина Ковардакова и Игорь Пинштейн правда не добились и числятся в должниках. Теория ещё не прошла проверку практикой. Виталий Ханин, Виктория Кузьминова и Мария Соломахина, РЕН-ТВ. Тем, кто ещё не избавился от новогодней ёлки, специалисты предлагают идти в парк. Как утилизировать главный символ праздника с пользой, сообщают аргументы и факты. Журналисты пишут о специальной акции, которая в эти дни проходит в Москве. Горожане могут сдать ёлки в специальные пункты, где их переработают и используют, например, как грунт для цветов. А такие есть в Бирюлёвском дендропарке, Битцевском лесу и Серебряном бару. Полный список пунктов приёма приводится на сайте mospriroda.ru. Учёные рассчитали для россиян порог старости. Оказывается, в разных регионах люди стареют с разной скоростью. Этот порог наступает за 15 лет до смерти. Именно тогда резко меняется социальное поведение людей и состояние здоровья, пишет известие. Ну, например, в Ингушетии мужчины становятся стариками уже в 70 лет, а в республике Тыва в 57. Хорошие показатели в московском регионе. Для женщин это 71 год, а для мужчин 69. Немного ниже этот порог в Ленинградской области 68 и 62 соответственно. В Нижегородской области старость для женщин наступает в 68, а для мужчин на 8 лет раньше. Такие же показатели и на Урале, и в Челябинской области. Отец многодетной семьи, из которой органы опеки забрали 10 детей, стал фигурантом уголовного дела. Михаила Дель заподозрили в побоях. Наш телеканал уже рассказывал об этой резонансной истории. В начале прошлой недели соцработники отобрали у Светланы и Михаила Дель почти всех приемных детей. Что стало причиной и как решилась судьба подростков, знал Леонид Китрари. От синяков на теле ребенка до расторжения договора об опеке и уголовном деле о побоях прошло чуть больше недели. 10 из 13 детей, воспитанием которых занималась Светлана Дель, в семьи уже не вернутся. Абсолютно все дети подтвердили факт того, что их дома бьют. Конечно, самые серьезные претензии были к папе. Они его даже папой не называли, все называли дядей Мишей. 10 января полицейские забрали подопечных Светланы и ее мужа Михаила. Причем многие дети имеют серьезные заболевания и нуждаются в постоянном наблюдении медиков. Тогда женщину заверили, никаких препятствий в общении с детьми не будет. Уже потом с детьми начали работать психологи. И именно они выяснили, атмосфера в доме далека от идеальной. Сама Светлана стала заметно нервничать, хотя решения о расторжении договора об опеке принято еще не было. Да и уголовное дело к тому времени еще не возбудили. Семья Дель уже подала в суд. Адвокат уверен, даже если у службы опеки возникли вопросы к супругам, вот так отбирать детей незаконно. Защита готова бороться за то, чтобы на время разбирательства дети все же вернулись к опекунам. Не была соблюдена вообще никакая процедура. Детей просто схватили, как кеднеппинг просто. Да, схватили. Родителям не оставили никаких бумаг и, соответственно, поставили их полное неведение. По словам соцработников, условия, в которых жили дети, не соответствуют никаким бытовым требованиям. Их, по свидетельствам очевидцев, не обеспечивали нормальной одеждой и питанием. Хотя на эти цели государством выделяются немалые деньги. 674 тысячи ежемесячно. Чистыми они получали 627 тысяч. Это на содержание, воспитание детей. В том числе, как многодетные семьи, все московские выплаты они получали. За 10 лет, пока Светлана и Михаил являются опекунами и приемными родителями, таких серьезных нареканий у органов опеки не было. Ведь проверки проходят дважды в год и каждый раз при усыновлении ребенка. Получается, что нарушения либо оставались незамеченными, либо соцработники закрывали на них глаза. Леонид Китрарь, РЕН-ТВ. Сейчас короткая пауза. И вот что увидеть ровно через минуту. Рай Кончаловского выходит на большие экраны. Что известно о фильме, к которому прочат Оскар. В первый раз отец Джордж Клуни ждет двойню. Это новости на РЕН-ТВ. Мы снова в прямом эфире. В московском байк-центре, гремя железной чешуей, ожил гигантский змей. И это только один из зрелищных спецэффектов шоу для детей. Елки, которые организовала команда байк-центра и мотоклуба «Ночные волки» ежегодно посещают более 10 тысяч детей. На театрализованное представление приезжают жители всех регионов России. Лидер ночных волков, байкер-хирург, рассказал, для чего стоит проводить такие мероприятия. Весь этот экшен, все эти летающие мотоциклы, все эти горящие, выпадающие люди, рискующие каскадеры, они, все это бессмысленно, если там нет смысла. Если там не заложена какая-то идея, какой-то посыл детям, который мы адресуем. По сути, конечно, это тоже борьба за Пятую империю, который, может быть, я сам не удастся самому увидеть, но я хочу, чтобы за меня, эту Пятую империю, достроили дети наши. Посетить елку можно в 7 часов вечера, в любой день, до 23 января включительно. Трудно объяснить, это нужно почувствовать. Такую фразу произносит едва ли не каждый, кто уже успел посмотреть новую ленту Андрея Кончаловского. «Рай». В Москве состоялась премьера. Кинокритики картину тоже оценили высоко. «Рай» вошел в шорт-лист премии «Оскар». Николай Никулин о шансах этой исторической драмы стать лучшим фильмом года. «Рай» фаворит всех российских кинопремий. Он уже получил 300 тетки «Белого слона», а ведь впереди еще «Золотой орел» и «Ника». На Винсанском кинофестивале «Серебряного льва» за лучшую режиссуру вручили Андрею Кончаловскому. И, конечно, это наш кандидат на «Оскар». В чем секрет? Во-первых, фильм «Рай» затрагивает очень важные исторические темы, концлагерь и геноцида. А, во-вторых, показывает это в неклассическом революционном стиле. «Признание облегчит вашу участь». «Участь»? «Это же война, а войны цветной, когда не могло быть документы, все черно-белые». Что с самого революционного в фильме «Рай»? Это так называемый псевдодокументальный стиль. Повествование время от времени прерывается откровенными интервью героев перед камерой. Все они говорят в прошедшее время, находясь не то на посмертном допросе, не то на исповеди, а черно-белая пленка при этом обесцвечивает окружающее пространство для того, чтобы ничто не помешало диалогу с совестью. Лежать рядом с ней. Момент слабости. Это невозможно ничего объяснить, это невозможно. Я не могу так рассказать, чтобы это можно было почувствовать. Для меня очень дорого, что в этом фильме нет никакого физиологического, вот такого, какого-то, знаете, когда ты хочешь отвернуться и не смотреть на экран. Вторая мировая война. В центре внимания три героя, как в классическом анекдоте. Русский, немец и француз. Только русского здесь заменяет русская княгиня Ольга. Ее играет Юлия Высоцкая. И по законам жанра она, разумеется, лучше всех, честнее и умнее. И это несмотря на то, что нацисты арестовывают ее за укрывание еврейских детей, а затем отправляют в концлагерь. А немецкий аристократ, знаток Чехова, Хельмут, хоть и проникается в симпатии к княгине, но ничего не может сделать. И на резонный вопрос, а что бы сказал Чехов, если бы увидел, что творится, следует ответ, он бы не поверил. После того, как я 50 лет проработал в кино, пришла ко мне такая мысль, что я слишком рано решил, что я знаю, что такое язык кино. Язык кино бесконечен, что граница его непонятно где, и я оказался в настоящем космосе. Можно ли после ужасов Второго мировой войны вообще заниматься искусством, писать книги, снимать кино? Данным вопросом задавались интеллектуалы 20 века, призывавшие замолчать на неопределенный срок, остановить время. И это молчание и зафиксировано в картине Андрея Кончаловского. Никакого тебе 3D, и уж тем более HD. Лента снята в нарочито старом формате. И ее фестивальные успехи свидетельствуют о том, что у искусства не бывает преклонного возраста. Николай Никулин, специально для РЕН-ТВ. Джордж Клуни станет отцом впервые в свои 55-е. Главной голливудской новости этого дня журналистам рассказали друзья о Клуни и его супруге Амале Ламудин. Более того, пара ждет двойню. А по словам близких, Ламудин давно хотел ребенка. А Клуни был против, но жена смогла его переубедить. Светская пресса пишет, что она даже пригрозила разводом. Но теперь репортеры говорят, что Клуни изменил свое отношение к отцовству и уже увлеченно выбирает имя будущим детям. На этом все. До встречи в прямом эфире.